далее рассмотрим структуру менеджмента риска рассмотрим распределение ролей полномочий и ответственности по управлению рисками искусственного интеллекта эффективность риск менеджмента будет зависеть от его интеграции в структуру управления организацией включая процессы принятия решений это требует поддержки со стороны заинтересованных сторон особенно от руководства организации разработка структуры риск менеджмента включает в себя следующие компоненты интеграция разработка внедрение оценка и улучшение риск менеджмента и так перед вами слайд который отражает цель структуры риск менеджмента центре находится главная цель это лидерство и ответственность лидерство должно проявляться в том что руководство организации должно четко установить подходы управления рисками а когда мы с вами говорим о том что внедряется искусственный интеллект то в этом случае организации должны подходить с осторожностью независимо от того являются они разработчиками являются они провайдерами этих услуг для себя или для своих клиентов далее давайте рассмотрим каждую из компонент управления рисками в отдельности первая компонента интеграции интеграция риск менеджмента в организацию представляет собой динамичный и итеративный процесс который должен учитывать потребности и культуру организации риск менеджмент должен быть неотъемлемой частью целей организации корпоративного управления лидерство и ответственность далее идет компонента разработка структуры риск менеджмента и и мы рассмотрим более подробно и она состоит из нескольких шагов которые тоже мы рассмотрим первый шаг понимание организации и и контекста 2 демонстрация приверженности управлению рисками 3 определение организационных функций полномочий ответственности и подотчетности 4 обеспечение доступа к необходимым ресурсам и последний установление механизмов обмена информации и консультирования в процессе изучения контекста рассматриваются следующие факторы 1 социальные культурные политические правовые регулирующие финансовые технологические экономические и экологические факторы на разных уровнях второе основные движущие силы и тренды влияющие на цели организации третье взаимосвязи с внешними заинтересованными сторонами их восприятия ценности потребности и ожидания 4 контрактные отношения и обязательства 5 сложность цепочек связей и зависимости следующий шаг демонстрация приверженности управлению рисками она должна быть реализована посредством политики программного заявления или иным любым другим способом приверженность к риск-менеджменту должна включать но может не ограничиваться следующими принципами это нацеленность организации на управление рисками и связи с ее целями и другими политиками это может быть также укрепление потребности в интеграции риск-менеджмента в общую культуру организации проведение процедур интеграции риск-менеджмента в основные виды деятельности и процессы принятия решений также это может быть определение полномочий ответственности и подотчетности обеспечение доступа к необходимым ресурсам способы решения конфликтных задач измерение показатель эффективности организации и отчетность по ним ну а также конечно главный принцип это пересмотр и улучшение следующий шаг в разработке это определение организационных функций полномочий ответственности и подотчетности высшему руководству и надзорным органам следует прилагать силы для того чтобы полномочия ответственность и подотчетность для соответствующих ролей в отношении управления рисками определялись и доводились до сведения соответствующих лиц на всех уровнях организации а также необходимо первое акцентировать внимание на том что риск-менеджмент является основной обязанностью второе определить лиц подотчетных и имеющих полномочия по управлению рисками то есть владельцы рисков третье руководство или контролирующие органы в организации должны распределить ресурсы и назначить лица уполномоченные устранять риски искусственного интеллекта ну и ответственные за создание и отслеживание процессов устранения рисков с искусственным интеллектом следующий шаг в разработке это обеспечение доступа к необходимым ресурсам руководству организации следует распределять соответствующие ресурсы для управления рисками, которые могут включать, но не ограничиваться следующими ресурсами. В первую очередь это люди, навыки, опыт и компетентность. Второе это процессы, методы, инструменты организации, используемые для риск-менеджмента. Третий ресурс это документированные процессы и процедуры. Четвертое это системы управления информацией и знаниями. И пятое это профессиональное развитие и обучение. Последний шаг это установление механизмов обмена информацией и консультирования. Коммуникация предполагает обмен информацией с целевой аудиторией. Консультирование также подразумевает получение обратной связи от участников этого процесса с целью учета при принятии решений и осуществлении других видов деятельности. Методы обмена информацией и консультирования, а также их содержимое должны, когда это уместно, отражать ожидания заинтересованных сторон. Обмен информацией и консультирования должны быть своевременными и обеспечивать сбор соответствующей информации, сопоставление, обобщение и распределение соответствующим образом. А также должна быть предоставлена обратная связь и проведены улучшения. Теперь давайте поговорим про реализацию структуры риск-менеджмента в организации. Реализация структуры осуществляется за счет следующих принципов или инструментов. Давайте их также перечислим. Это 1. Разработка соответствующего плана с определением сроков и ресурсов. 2. Определение того, где, когда и кем принимаются различные типы решений в организации. 3. Модификация применимых процессов принятия решений при необходимости. 4. Определение понимания и правильного применения механизмов управления рисками организации. После реализации структуры необходима ее оценка. С целью оценки эффективности структуры риск-менеджмента организации следует, во-первых, проводить периодическую оценку эффективности структуры с точки зрения ее цели, планов, реализации, показателей и предполагаемого поведения. Во-вторых, определять, по-прежнему ли она соответствует достижению целей организации. Ну и последняя компонента – это постоянное улучшение. Организации следует на это обратить особое внимание. Постоянно адаптируя свою структуру риск-менеджмента, ну, при реагировании на внешние и внутренние изменения, организация таким образом улучшает показатели своей стоимости. По мере выявления соответствующих недостатков или возможностей улучшения, организации следует разрабатывать планы и задачи и поручать их выполнение ответственным за реализацию. После реализации эти улучшения должны способствовать совершенствованию риск-менеджмента.